Здравствуйте! Вас приветствует мастерская JET и я Александр Врютнер. Сегодня я познакомлю вас с асцелирующим шпиндельным шлифовальным станком JOS S. Скорость вращения шпинделя 1400 оборотов в минуту. Асцелирующие движения, то есть амплитуда перемещения шпинделя вверх-вниз 38 мм. И частота этих перемещений 60 колебаний в минуту. Комплектация станка достаточно богата и отличительная особенность от предыдущей модели этого станка заключается в том, что здесь есть великолепное место хранения, в котором размещены вся стандартная комплектация. Это 5 резиновых втулок, одна у нас стоит на шпинделе, 4 здесь, и 4 шпинделя малого диаметра от 16 до 6 миллиметров. Имеется также вставки в стол для различных операций под разные диаметры шпинделей. Круглые это для стола, когда он стоит в 90 градусах и овальные, когда минус 15, плюс 45. В станке очень хорошо продумана система снятия постановки шпинделя. И вот очень удобны такие прорезиненные на липучках защитные экранчики, улучшающие пылеотвод от рабочей зоны станка. Фиксируем шпиндель нажимной клавишей и ключом, откручиваем гайку шпинделя. Оп! И постановка шпинделя происходит в обратном порядке. То есть мы пускаем шпиндель в конусное отверстие, находим положение фиксатора и накидываем, накручиваем гайку. И обратите внимание на ключик. Очень элегантное решение, никогда не потеряется. Сейчас я вам покажу, как крепятся шлифовальные втулки на металлические шпинделя и на обрезиненные. На металлические шпилька надевается непосредственно на шпиндель, топится вот в этой втулочке и ключиком на три фиксируется. Все, шпиндель у нас готов к работе. На шестимиллиметровом абсолютно так же. Заглубляем его и крепим трехмиллиметровым ключиком. Эти шпинделя у нас готовы к работе. Вариант обрезиненных. Нам нужен ключик. Можно стопором внизу, но большие можно вот и таким вот. Открепляем зажимную гайку и снимаем шпиндель. Шлифовальная втулка достаточно свободно у нас со шпинделя снимается. Постановка нового шпинделя. Ставим резиновую втулку, ставим шлифовальную гильзу и накидной гайкой немного расплющиваем резиновый вал. Ну, вот так, я думаю, достаточно. Все, шпиндель у нас готов к работе. Аналогично все обрезиненные шпинделя так одеваются. Еще нужно рассказать про одну регулировочку станка. Вставка по высоте регулируется четырьмя винтами. То есть мы ее ставим на место. Берем тривиальную линеечку, ставим ее и выбираем просветики. Готово. То есть у нас плоскость кольцевой вставки совпадает с плоскостью стола. Можно приступать для демонстрации. И перед демонстрацией станка маленькая ремарка. Поскольку древесная шлифованная пыль совсем неблагоприятна для здоровья, а некоторые экзотические сорта даже аллергентны, то обязательно использование пылеудаления лучше с двухмикронным бумажным фильтром. Вот как представленный здесь ДЦ 1100СК. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для продления службы гильзы и повышения производительности работы, надо постоянно пользоваться чистящим карандашом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но если допустить подгорание слоя, тем более вот на хвойных породах, то карандаш уже нам не поможет. Так что чистку карандашом нужно производить периодически. Сейчас мы попробуем загубить одну гильзу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, по-моему, загубил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Волшебство, да и только. Попытка оказалась неудачной. Карандаш спас гильзу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но пренебрегать этим правилом не стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот остатки силикона, карандаша, но они как бы в работе уже не помешают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша заготовочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот видите, во время демонстрации умудрился даже хороший держатель для визитки сделать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот знакомство с станком состоялось. В нем все располагает для деятельной работы. Большой чугунный стол, увеличенная мощность мотора, осцилляционный механизм, погруженный в масляную ванну. Все это располагает к тому, что этот станок будет вам верным и добрым помощником в мастерской. И пусть работа вам приносит только удовольствие, а результат работы почаще удовлетворение. До новых встреч, до новых обзоров и мастер-классов. До свидания.